Где твой дворец? Где моя дочь Будур? Не знаю, владыка султан. Я ни в чем перед тобой не виноват. Отрубить ему голову! Когда Аладина вывели на улицу, закованного в цепи, собралась огромная толпа. Палачу не давали пройти. Народ шумел и волновался. Эй, визит! Скажи султану, что если он не помилует Аладина, мы разрушим дворец султана и перебьем всех, кто в нем находится. Пусть освободит Аладина, а не то самому султану плохо придется. Мы ему покажем! Визит, ты слышишь, что кричит толпа? А? Позвать Аладина? Я пощадил тебя, потому что тебя любит народ. Но если ты не отыщешь мою дочь, я все-таки отрублю тебе голову. Даю тебе сроку сорок дней. Хорошо. Я повинуюсь тебе, о владыка султану. Сорок дней. Сорок дней. Сорок дней. Аладин не знал, куда ему идти и где искать царевну Будурова. И с горя решил утопиться. Он дошел до реки и сел на берегу, грустный и печальный. Задумавшись, он опустил в воду правую руку и вдруг почувствовал, что с его мизинца падает кольцо. Аладин быстро подхватил кольцо. О, да это то самое колечко, которое надел мне на палец дядя. А я совсем забыл про это кольцо. Но кажется, если потереть его вот так... О, владыка кольца, я перед тобой. Что ты хочешь, приказывай. Хочу, чтобы ты перенес мой дворец на прежнее место. О, господин, я не могу этого сделать. Дворец построил раб лампы. И только он один может перенести его. Потребуй от меня что-нибудь другое. А можешь снести меня туда, где стоит сейчас мой дворец? Это я могу. Закрой глаза и открой глаза. Аладин закрыл и снова открыл глаза и очутился в саду перед своим дворцом. Он сбежал по лестнице и увидел царевну Будур. Она сидела в своей комнате и плакала. О, это ты! Какое счастье! Я... Я... Я послала служанку обменять старую медную лампу на новую. И в тот же час случилось это несчастье. Я оказалась здесь. Как я тебя звала. Но ты был на охоте и меня не слышал. КОНГИ's КОНГИ КОНГИ Продолжение следует...